мир вам миром у вас то еще наверно там не темно даже у нас темно я не знаю у меня закрыто все играть тихо я звоню чем я уже это устал люди атакуют со всех сторон это самое ну я не знаю даже беснуется некоторые желают уже в этой парализованы тебе еще больше скрючат я не знаю чё чё происходит с людьми они что думают у нас чё конфронтация с вами или чё это я а что надо то я не пойму ну я не знаю чё они чё не воюют против меня а я что я против вас там что-то имею или что-то я такой но смотрит вот этот ролик с обличениями да и мою сторону там эти комментарии всякие сыпятся и причем я не знаю и пишут такие вещи там чуть не до матюков доходит но я-то не я знать не знаю вы бы не позвонили мы сейчас смотрели в одноклассниках открыли две странички от моего имени там мою голову меня как угодно рисуют игра какая идет я в одноклассниках даже не бываю только сейчас показали не но я хочу заявить я я вы так не думаете что я против вас то что-то имею конечно нет а я еще раз и говорю против я говорю сколько сергей у меня три дня плечо болит вот ну выверши на руки то и простудил я не могу даже одеться да какая то боль то я говорю а сергей то что терпит я когда вспомню как у меня там трубочки так он я весь сжимаюсь и не но у меня я это просто что хочу сказать у меня то что есть на сердце я считаю что мы братья да но не считаю а я вижу что мы братья я своему брату говорю то что я вижу да я же имею на это право от бога конечно но одно дело там допустим вы не принимаете или принимаете но я-то могу говорить правильно так же так же и вы мне можете говорить так я разве вам вам запрещал говорить когда или что не ну я просто хочу я кстати спрошу вы не против что я делаю запись вы не против того что я снимаю нет я не против что вы снимаете вы не против что я снимаю я тоже не против да что в интернет выставляем У нас хороший разговор всегда У нас плохого разговора с вами ни разу не было Ну я просто понимаете Это да, это присуще в принципе человеку Ну то что как бы вот сплетни возможно Вот такие идут друг с другом Ну на основании того, что видит человек И он как бы на видимом уже соблазняется Я каждый день молюсь за вас, за всех За Володю, за Никиту Я ни одной молитвы не пропустил Вот Я не имею против вас ни сердечных никаких, ничего У меня нету абсолютно Мы только сейчас молились И первым делом я говорю Помилуй Господи, дай силу перенести Сергею Все, мы минут пять назад только о вас молились Вы у нас не сходя с молитвой Вы же друг и брат наш Ну Я не знаю Я же Я просто хочу сказать, что ну пусть может люди услышат Я никакой не питаю ни вражды, ни ничего, ни к общине Вот Виктор Андреевич там высказал что-то И у меня там ситуация какая-то Нездоровая Ну это все от лукавого Господь навевает все Вот это, чтобы люди просто не соблазнялись Я хочу сказать А вот завтра, если Господь позволит Вы маленько посмотрите Ролик 39-й идет Каждый день мы ставим А послезавтра Я выставлю такой Который там концовка из него Я беру здесь интервью Пришла наша сестра И этот ролик будет называться так Подлинный Лик Московской Патриархии Вот так будет называться Она дает интервью Ее в храм не запускают Она стояла на жаре 30 с лишним градусов Сейчас 34 градуса мороза Она на улице стоит Притвор даже не запускает Только за то, что со мной знается Она ничего не сделала Туда переехала Это ее родина Она подошла к митрополиту Здесь Сергия А тот с радостью благословил Да иди в храм Кто просится? Дверь открыта Она сказала Поп серой и так и не пускает Она на улице стоит У нее валенки обтают Говорит До земли тает Два часа стоит Градуса 30 с лишним Ни разу не простыло Ну куда это годится Вообще Только за то, что Знается со мною Больше ничего нету Она что-то говорила Там вообще Ни одного слова не говорит Вот такая Ни одна Были конечно У меня там и претензии И все К вам такое Но я Священником Буквально вчера С одним разговаривал Ну вы знаете Его с этим Сергий Бирюков Я вчера говорил Вот я говорю Ну у меня были конечно Претензии к нему там И в чем я не каялся Я говорю Допустим Если его не будет Мне будет Я говорю Мне будет Допустим Жаль, что я говорил Такие слова о нем Вот То есть Ну я заранее уже знаю Что я сожалею о том Что я когда-то Что-то вам В чем-то Перещал Или что-то еще Вот Так что У нас отношения Христианские Во Христе Я Не питаю Совершенно Никаких эмоций Противоположных А Сергей Это Бирюков Ко мне заходил У нас два ролика записано Он мне рассказывал Я на неделе выставлю их Может даже завтра Буду выставлять Разговор шел Он сначала Вот он Записал Говорит Давайте Говорит Встретимся По две что ли Минуты Говорит А потом говорит Маленько Погоди Опять пишет Ну тогда вам Пять минут А мне две минуты А когда стали Говорит Он говорит Двадцать минут А я две минуты У него охота Высказать Я говорю Он хороший Бэтшик Он в деревне Его сейчас послали Там Люди Совершенно неверующие Он там бьется Трудится Третий ребенок Вот родился Они Он настоящий Как говорится Ну я не знаю У меня все такие Папы в принципе Которых я знаю Ну настоящие Папы не то что О которых вы Рассказываете Он трудится Отдает себя Людям Полностью И Богу Всего себя Отдает Ну я выставлю ролик Вы посмотрите Я не добавляю Ничего Как есть Так и Он согласен Все Разговор Шел о том Как жить Правильно Чтобы было Ну он все О себе Все рассказывал Вот так А мы Помним Более не будет Нет я не пойду На это Я ничего Только надеть А сейчас Вижу уже Полегше стало Тут жена Все давай Что-то втирать Я никому не дался Второй день Третий А я стоял на коленях Долго На холодном полу Вечером склонился Руку поднимаю А кверху Не дает Нет я не пойду Ни на что Я люблю болеть В меру сил Конечно Я сегодня Только с одним Разговаривал Он говорит Я тебе раньше Не верил Теперь верю Я говорю Вот мне сейчас Принеси чемодан С долларами Поставь Вот сюда И скажут Вставай и живи Как этот Как свободный человек Да Не зная Заботник Я не согласился Ни за что У меня сегодня Это кошка одна такая У меня три Две кошки и кот Но я голубям то ношу У меня дежурство идет у них Вахтовым методом А одна такая коварная Вот сзади набежит На другую А она от нее шарахнулась Прыгнула И вот в динамике Ударилась Я говорю Ты что делаешь Мне Сергей подарил А ты чуть не порвала Она сидит Лупается на меня Я ее упрекнул даже Ты давай щупать ее Нет Не порвала Она ее разогнала Она сходу-то от нее Ломанулась У меня на еще дикари живут В комнате Два диких голубя Я видел Уже малыши выпали Выпарились Я никогда В комнате Диких не держал У меня всякие Разные породы Там такие Разноцветные Очень породистые И заболели Вертьяшка Вот так шею выворачивают Их не вылечить Ничего нельзя Ну я принес И думаю В этом-то В коробке-то Болезнь на них повлияет Ничего не влияет Что значит Сыганская порода Ну да Их надо У них кровь Взять И смешать С вашими А у меня уже Второй раз Заболели они Это как Залетают Залетные Где-то Я спрашивал Тут такие Опытные Голубеводы А что делать Да ничего Только режешь И все Но болезнь не передается Ни курицам Ни человеку Никому Голова выращивается Вертьяшка Называется Они говорят Уколы делают Иногда там Жировые Бесполезно А этим нужды Никакой нету Так они Дикари Поймал Ко мне На голубятню Залетели А они Прям рядом Сейчас ходят Даже эти Смирились А мы же молимся Они слышат Они добрые Делаются Ну а что же Они привыкнут Теперь выпускать Их Выпускать Я им Тряпочки пришел Ну как О кольцевание Теперь Куда Сроднились Я им говорю Я им жизнь дарую Они попадут У меня под амнистию Маленькие Это голубята Сейчас я их Приврещать буду Чтобы они Совсем ручные были Собак Всех прикормил Так вся улица Смотрит Когда выхожу Глядят А со всей Округой собаки Я смотрел Я думаю Глянь Дают Обал Что ж Побольше надо Разные Разные Главные Большие Маленькие Я выгляжу У них Иерархия Которая маленькая Та обижает Я говорю Еды Побольше надо Чтобы мясо Побольше Приносили Костей Так заболела Которая мясо Та приносила Она болеет Из больницы Только вышла А у меня Ничего нету Я уже делю Помаленьше Жалко Конечно собак Что ж Надо или убить Или кормить Надо А так Издеваться Что надо Издеваться Над ними А я кормлю Ах Это бродящие Они нищие Я вообще Я вообще Людям Говорю Вы уж Тогда если По улице Кормят А кормят Да Ну слава богу Да Кормлю Я просто кормлю И нарежу мясо им Настужу Кусочками Ну и выйду Раз два в день Кормлю их всех Всю зиму А на деревьях Понавешал мясо Для этих Ну разными пучками Штук восемь Крепко привязал Так И сейчас прилетают Сороки Перед самым окном Какие они красивые Пушистые Четыре сороки Зеленый дятел И жуланщики Мясо долбят И коты Лезут на кусты На кустах Не деревья А кусты Калина у нас растет На калине Перед окнами Я Воробьев Наверное Около сотни кормлю И жуланов Пол сотни От голубей отхода Я люблю птичек По поводу Вот этого Состояния Ну то что люди Впадают Вот в состояние Ненависти Друг к другу Вот Разделение Такому Разве можно Жить в таком Состоянии Да Вот когда Имеешь К человеку Что-то Ведь ты же Становишься Неспокойным Становишься Совершенно больным Разваленный Вот Как можно вообще Существовать В таком состоянии Да Примиритесь со всеми И живите в мире Ну если есть что-то И питаешь человека Ну Объясни ему Все что ты имеешь На него И договоритесь с ним Договоритесь Ну как Помиритесь с ним Ну а как же так Я вот Я допустим С человеком говорю Он говорит Я его ни за что Я не прощу ему Никогда в жизни То что он Сделал со мной А как же А как же Ты жить то дальше Будешь Если ты вот На этого человека Имеешь постоянно Как же так Можно жить Я вот сколько Я в черный список Вот Заносил Даже на этой По этой теме Двух или трех Я вообще Вот там этот Николай Негоголь Какой-то там Вообще Ну я не знаю Неверующий Наверное Пишет что-то Непонятно Совсем И ты Говорит В тельняшке Усы У тебя Все А вопросы Говорит У тебя Не по делу Ну расскажи Он знает Какие у меня дела Он за меня Знает Что мне Говорить И что мне Что-то за это Говорить Не говорить Вообще Ну я выставляю Это мое Я так думаю Я так Говорю А почему ты Почему ты думаешь Что я не должен Так говорить Что это за отношения Вообще Ну как Что Что за отношения Я не понимаю Мы же Мы должны Как-то хоть Понимать Немного Друг Друг Ну что Разделяет Вот так Сатана Легко Нас И мы Ему Поддаемся Все Я три дня Ничего Ничего Нет Суворов Шел С армией Погибало Сколько людей Где Ничего Нет Как будто Никогда Не было И что Это нам Надо Это жизнь Вот мелькнула Одна минута И все И все Кончилось Есть такое Стихотворение Наши громкие Деяния Труды Заботы Суета Скользнут В пучину Мироздания Как неприметная Мечта Так вот Зачем Ты Свет Родился И столько Вытерпел Скорбе К чему Твой Жадный Ум Стремился Чтоб Стать Добычу Червей То Жизнь И счастье Призрак Ложный Тебя Всегда Кружит Всегда Во мгле И заплываешь Прах Ничтожный Что Ты Прохожий На земле Но Есть за гробом Жизненная Жизнь Вечная Бесчета Лет Тебя Томущая Ждет Какая Об этом Думал Ты Или Нет Это Старинное Такое Сихотворение Вот И все Все Закончилось Бились Земли Друзья Войны Ничего Нету Ну Знаете Как Знаете Вот Кто Кто Из Поэтов Или Кто Это Сказал Жизнь Игра Вся Жизнь Театр Да Ну Отчасти Я думаю Он прав И вот Мы Эту Жизнь Мы Так И Начали Продолжили Жить Дальше Сцену Другую Играем Да Вот А че А че На сердце Все Раскладывать Себе Это Ульям Шекспир Сказал Вот И мужчина И женщина Выполняет Говорит В этой жизни Свою роль На сцене О Да Одни роли Да Кругом роли А по сути А что Что мы по сути Говорит Христос нам Господь сказал Будьте Как дети По сути Давайте умолимся До трехлетнего Возраста Да и будем Тра-ля-ля Тра-ля-ля А че нам еще надо Именно так Когда человек Приступает К Богу В молитве Самое-то главное Вот чем Даже не в том Что мы болеем Неправильно Желудок работает Когда на кого-то Что-то имеем Или нас раздражают Самое-то главное Молитва И говорит Мужья Чтобы обращайтесь Благоразумно С женами Дабы не было Препятствия в молитвах Не потому Что она состарится Рано Или что молоко В ней пропадет Не было Препятствия в молитвах Вот что Люди-то вообще Мира этого не знают Потерят Там что-то Отношения Мы друг другу Не помогаем Там злослоем Это не на первом месте Нет молитвы Положи жертву Прежде примирись Да когда ты узнал Что нельзя молиться Ты даже Ты не шевельнешься Ты в реку слез превратишься Молиться нельзя С Творцом связь Прервана Боже Что я наделал-то Я не могу Припасть к нему Я не могу Побеседовать С любимым Любящим Богом Да поэтому Все это остальное Вся земля Того не стоит даже Она сгорит Говорит Земля Все что на ней Ладно я не буду Вы уж спать Наверное собираетесь Да нет Еще собираемся Я еще маленько задержусь И ребята У нас интересно Зашли ко мне Может быть видели это Какие это Колесниковы Николай и Анна Мы говорит Не понимаем еще Но дети Говорит нам построили Тут что-то Это никакие Не Колесниковы Игнать Тихович Это вам Закинул Такую удочку Петров Или как его там Я не могу найти их Я говорю Это нету Их никаких нету И Что вы Правду подумали Правду подумал Это Это закинул вам Петров Или как его там Павлов Я не знаю Он хотел Чтобы вы сделали Чтобы показывать Всю жизнь вашу От и до А вы уж по-своему Это при А я все и показываю Ничего не скрываю Уже 39 Роликов В 39 дней Прошло И каждый день Ставлю Я благодарю Бога Что это Нету Никаких Колесниковых Их нету Да ты что Вот не думал Никогда А это то А я беру Просто ко мне Что пишут Я все выставляю Маленько Комментирую Такие большие Материалы Каждый ролик Больше часа А прикинь-ка Это уже 39 Это больше суток У меня материал Это много Я так примерно Ориентируюсь Сейчас 10 минут Сегодня Решил написать Письмо Сейчас только Сел Печатать Рамзану Кадырову На него Такие нападки Сильные Со всего мира Ополщились Это пятая колонна Сейчас Рамзаны Если уберут Все Кавказ Они завоюют Эти еловцы Вот За него надо молиться У меня От него Грамота Благодарственная Или как сказать Я ему книги подарил Когда был там Вот Мы за него Всегда молимся Они же там Эти группировки На Украине Уже концентрируются Вот эти Ну Анти Антикадыровские Такие Да И они Когда Вот это у него беседа была Когда этих Он там Их разоблачили Ну арестовали Там они сидели Сколько Пока их видно Там маленько Приводили в чувство Ну и он на площади Где-то Сколько человек Там человек Восемнадцать Или сколько А они Прибыли сюда Чтобы убить его Киллеры И теперь Он им говорит И тут же стоят Их родители Привезли Мать плащет Отец Я имею право Нанести ответный удар Скажите Вот Что вам не нравится За что вы решили Меня убить Он разговаривает И мне голову Опустили И стоят Вот ты Говорит лживый Ты же лгал Тут все такое Глаз не поднимает А другой Я раскаиваюсь Примите Он обнимает Его Целует Он христианин Прям настоящий И главное Отпустил всех На свободу Вещь неслыханная Киллеров Киллеров Отпустить Понимаешь Какой Для нас Урок Это Ну да Кадыров Ой Как Рамзан Рамзан Кадыров Да Он сейчас Служит Как сдерживающий Они Народ мстительный У них Сейчас В крови Вот только Дай им Призыв Ну Ату На русских И все И они же Объединятся Мгновенно В единую армию И пойдут Опять Войной А Рамзан Он как Сдерживающий Является Это он Большую Несет Миссию Так он Везде Показывает Он по грозному На велосипеде Гонит Охрана Отстала От него Заметил Там что Тонированные Стекла Не убирают Он за машину Сел Загул Это Пиар Пиар Программу Такую Сделали Как бы Но еще Более Его В народе Как бы Привознести Но так Это неплохо Он Неплохо Он нарушил Правила Не был Пристегнут Ну и Подходит Там Виноват Он говорит Виноват Поехал И в очередь Встал Там вокруг Него Не надо Я очередь Достаю И деньги Платит В кассу Сколько Штраф А там Тонированные Стекла Не убирает Ну а он Сел Надел Фуражку Этого ДПС И поехал Ну конечно Не один Там сзади Подходит Рамзан Ахматович Еще Рамзан Ахматович Ты знал Что нельзя Они машин Там забили Все это Останавливают Авария произошла 7 человек Погибло Разве это годится В школе Ученик Ученика Побил Он уже там Учитель Требовал взятки Он пришел Прям с милицией Допросил Так Арестовать Сразу же Он самый популярный Из глав Региона Ну Устал бы Пиариться Показывает Есть такой фильм Сердце Рамзана Кадырова Как дети у него Как жена Приятно одета И она И Терюг Никогда не дает При нем Вот так Закроется Сидит Как познакомились Они с ним Как он едет Святые там И дельвейцы Лезет на скалу Рвал И знаете С чем меня Вопрос По поводу Может лучше Знаете Вот по поводу Кавказских народов Да Ну мусульман Вообще Вот у них же У них В исламе Да У них предпочтение Отдается лжи Допустим По отношению К неверным Они лгут И они Вот это превозносят В свою жизнь То есть они Как бы Знаете Они любят Клясться То есть он Если хочет Допустим Выразить Свою праведность Он Я тебе клянусь Он клянусь Я тебе клянусь И вот они Понимаете У них вот это ложь И воспитание детей Он любит Допустим Своего Дитю Там Дитя свое Обманывать Приучают Ко лжи Вот у них В отношениях Постоянная ложь Какая-то Знаете Это не по Корану Я скажу Что Кораном У меня 18 том Открытым оком Я весь Коран Разбираю По сурам Аятам В сравнении С Библией Это не по их учению А так принято Как у нас В обычной Принято По традиции А это нет Это Их так не учат Я-то знаю Почему они Почему они такие Лживые люди Они лгут На каждом шагу Так у нас Лучше развито А мы-то Чем лучше Мы на полшага Раньше Наши безбожники Они себя Преподают Как это Самые Верными Знаешь Какая у них вера Когда Шамиль То уже сдался Его старь То с ним Разговаривал И он говорит Такой народ Пока Говорит На его глазах Головой четыре Не отрубишь Говорит Шашка не мелькнет Говорит Не покориться Он не по убеждению А с уголовым Отрубят Это Шамиль Говорит Шамиль тот Который Кавказ Когда не сдавал Так Шамиля То как Пленили А потом Его повез Сарь В Петербург Все показал Тут дивился Какие храмы И отпустил И он поехал В Мекку Как умели Обращаться И все Война заглохла Видишь как Все Ну говорит Не по Корану У них же В Коране Прописано Что можно Ну так же Как и В этом В Торе Что можно Неверных Обманывать Нет Слово Обманывать Нет Это напрасно Вот допустим Ну допустим В этом самом Банковском Диле В Растачи Если там Давайте Допустим Гою можно Ну под процент Проценты Вот А своему нельзя Уже А своему нельзя Но это написано Танаха разрешает Поэтому он и делает А дальше Это они сами Придумывают Вот По Провережскому Вопросу У меня Три тома По 750 Страниц Весь Талмуд Талмуд Это не книга Это 12 Томов И вспомните Один пастуха А если Два Можно Почему Чтобы не Изнасиловал Корову Корову Изнасиловал Понятно Причина Какая Теперь Женщина Если работает А там Гои Работают То Можно ли Ей Нельзя Можно Если Только Ворота Открываются В эту сторону Там Показано Где люди Идут Если Там Такого-то Возраста 5 мужчин Не меньше Тогда Они ее Не тронут Но это Понятно Это у евреев Я не Мусульман Я Все Я найду Я найду Обязательно В интернете По поводу Обмана То что В исламе Все равно В этом Коране Я не считал Что Можно обманывать Нет Есть такое Времена Когда караваны Грабят Там это Разрешено Но обманывать Я даже не знаю Возможно ли это Вообще Что вы признали Это Что Я Не помню точно Но я Думаю Что есть Потому что Где-то я читал Не могу сказать Не могу То есть Я определенно говорю Нет этого Ну Раз настаивать Я тогда молчу Но опять же Не брата Обманывать А кафира Обманывать Ну Может быть Где-то Как-то Но только Это уже Хадисы Это уже Не Коран Это как у нас Предание Так назовем Ну да Определенно нет Под проценты Да Если скотина Там Задавилась Или что-то Тебе есть нельзя Еврею А язычнику Можно продать Ну курица Задавилась Кровь не вытекла А им Можно продать А почему Они Почему они Не видят Вот они Ненавидят Мусульман Евреев Мусульмане Да А почему Они не видят Что их Коран В точности Переписан С Торы Почему они Этого Не видят Нет он Не в точности Я объясняю Это Там меня Спрашивает Этот вопрос Мне в университете Когда задавали Я отвечаю Там интересно Обо мне Характеристику Дает Проректор Я говорю Тоже Считаю Говорит Книги Лапки Но он говорит Почему евреи Ненавидят Мусульман Мусульмане И евреи А я Лапкин отвечаю Только потому Точно так же Как православный Ненавидят Тех и других То есть У меня разницы Никакой нет Я непредвзято Это объясняю Почему В первую очередь Он брал на слух Давайте Отвлечемся От всего Сравниваю Я сравниваю С тем Что в Библии написано Он на слух брал Мухаммад был Очень интересный человек Активный такой Ну и когда он Женился на ней Она чуть не в два раза Старше Это его была И она богатая была И он Как ее Как сказать там Неуполномоченный Или как у них назывались Управляющий Управляющий Он купец Ездил И везде все слышал Рядом жили христиане Но христиане Там Еретики Ну они тоже Там такие Христиане Да И он от них Это все Поднабрался Ну допустим Он подчиняет Дуайт Это Давыд Про Дуайт Он все правильно говорит Но почему Ни одного псалма Не написал На память-то Его нельзя запомнить Он живые помощи Мог бы запомнить Нет Не хватило ума Живые помощи Я сидел Когда в камере А у нас Со мной сидел Преподаватель Второй группы космонавтов Лозин Анатолий Максимович Память была Ой-ой-ой Две книги в день Просчитывал Ну страниц по 350 Я мог его проверять Чуть не цитирует Но я говорю А вы могли бы законспектировать Свободно Я говорю Давайте считай 90-й псалом дал ему Он просчитал Полежал Говорит Да еще раз просчитаю Просчитал еще раз Шевелил Шевелил губами Говорит А она говорит Не конспектируется Такая связь Говорит Что одно предложение Тянет за собой другое Понимаешь Это у него ума На это хватило И вот здесь Когда разговариваешь За что-то Как он это мог Он только вот это мог сказать Из житий святых Он только взял один пример Когда Отроки Семь отроков уснули И через 120 лет проснулись Почему Ибо и архиереи Не верили в воскресение из мертвых Состояние православной церкви Вот какое Дальше он берет Ну дальше Что ему рассказывали То он и помнит Как Сулейман сделал Когда стариса пришла Он такое встречал Как пол такой Как озеро Как вода А ему охота была Ноги ее посмотреть И она подол то подняла А на самом деле нет А зеркало то отражало Ну вот такое вот все Ну Что слышал Вот это Все На краем уха И такое знаете Вроде бы это И вроде бы совершенно не то Он Говорят Он получил От Джебраила Я об это никак Не могу поверить А смотрите У них вот сейчас Даже современные учения Строятся на Житиях святых наших Они многое берут Из житий наших святых Может быть сегодня Но в Коране Только Единожды Поминается Жития святых Но я специально Этим занимался Ну целый том Поэтому Есть моменты Которые есть там Но Когда у нас Одна женщина Говорит Так это что Настоящий Коран Я говорю Да Как со спутанными ногами Говорит Идешь Даже сравнивать Не с чем Ну да Притом Я когда разговаривал С ними там Мула и мам Стоят они А вы как считаете По арабски Я говорю Нет Лучший перевод Крачковского Там Юлиан Который перевод О это не то А сами не знают Как вот Священник один А мы знаем Церковно славянский Как русский Как русский Мы с женой разговариваем Я говорю Только не отступайся Разреши Я тебе одно предложение скажу Так Я сейчас пришел В магазин к Никите Он перевел По славянски Я говорю дальше Но у него крутые ступени В подвал И я Наступил на шнурок Развязавшегося ботинка И упал И расквасил Упрямый поповский нос Переводи Ты тут и засохнешь Я говорю Не переведешь Он губами пошевелил Пошевелил Ничего не получилось Я говорю Насчет не переговорить Ты должен переводить Слово в слово Мгновенно Ну как Как слово в слово Если в этом языке Не было Тогда даже таких Обозначений Шнурки Какие-то Раньше шнурков Не было Ну а вот как Рамзан Кадыров Когда говорит По-шеченски А потом по-русски И время от времени В шеченском языке У него мелькают Слова русские Президент Их нет Слов таких Но он бы Вставил шнурок Он вообще не мог перевести Нет Это другой язык Это талант нужен Талант Он свободно разговаривал На нескольких языках Ну к примеру К примеру Уже Допустим Старославянский язык Уже никак не отъемлем От молитвы Допустим Я не могу молиться На русском языке Хоть и меня убью У меня слово не звучит На русском языке У меня так же Я молюсь только По-структорому славянски Я с детства Приучен Богородице Там достойно И молюсь так Как у старообрядцев Я не Я знаю как это Но у меня не идет Я очень нас считаю По-славянски Ну и вот допустим Я пробовал Я пробовал допустим Читать До воскреснет Бог Да По-русски А они бесы Они даже И вообще им все равно Тут же читаю На старославянского Фух Разметаются Пыль сразу Я тоже Только по-церковно-славянски Да воскреснет Бог Считаю Я с детства Так научен И мне это как раз Но ребята у меня братья Они считают По-русски Они У них Ну нету навыка У них там нету Этого Так вот Такие наши дела Ну ладно Ладно Игнатьич Ну Ну В общем Знаете Что у меня нету И у меня нету Прости меня Христа Ради дорогой брат Если может Обидел Сказал Еще как Не знаю Я вообще-то Не говорил о вас Никогда худо Ни разу Да И вы Простите Если Что не Слава Боже Может Что надо Там Спросить Мало Ли Еще Вот Никита Говорили Устроиться На работу Сколько Не ходил Нигде Ничего Никак Так что Работает Он где Тут Своими Что там У него Не получилось Никита Ну-ка Подойди Сюда Покажись Брату Сергею Что у тебя Сработает Вот Саша Чтобы тебе Видно Был он Туда Мир Привет Что там В тебе Дорого Что там Не получается Да Что То там Военные Билет Надо То Еще Что Ну И Как То Они Они Рассматривают Твой Статус Да Да Нет Никого Мой Статус Не волнует У них Свои Правила Они По ним Следуют И Все А Зачем Если Статус Не волнует А Билет Зачем Военный Ну Так На Государственных Предприятиях Требуется Военный Билет И Все Прочее Там Медицинская Книжка Трудовая Ну Ну Еще Там Что Он Пошел Здесь На Прорубь Ярдань Там Медмитрополит Священник И Скажи Как тебя Милиция Остановила Ну Тут Прям Возле Недалеко От дома Сразу Подъехала Машина Там Вышло Два Милиционера Два Полицейских А то У нас Милиционеры Это Ну Да Это Когда Было Позавчера Ну Да С Автоматом Другой Тоже Другой Видимо Стажер Еще Парень Чуть Может Моего Возраста Ну И Кстати Так Кто Откуда Я Че Почем Спросили Документы Посмотрели Все Ну Отпустили Меня Минут Через Пять И Положение Было Первое Что Просто В честь Праздника Они Там Может Патрули Второе Может Может Какое-то Задержание Там По городу Они Кого-то Ищут Там Просто Проверяют И Третье Что Может Просто Молодому Стажеру Показывают Как Там Работа Происходит Я На Опыте Как Это Происходит На Меня Меня В 90-е Годы Где-то В 93-м Году Стою На Остановке И Подлетает Воронок Скручивает Меня И Закидывает Воронок И Все Без Объяснений Без Всего В отдел Привозят Ну И Все И Через Полчаса Отпускают Я говорю Вы Меня Взяли Другом В конце Города Отвезите Назад А Они Да Иди Ты Вот По этим Просто Попал Ну Как По Описаниям Кто-то Там С кого-то Шапку Снял Вот А Я У меня И Пальцем Не Тронули Даже Так Ну Сейчас Сейчас У них Нет Полномочий И Сейчас Их Наказывают Строго Да Вот Эгаи Вот Они Законы Там Строгие Сейчас Чтобы Не Прикасались К Людям Ну Ничего Работы Там Работы Вон У И На Тих Неч Патает Ну Это Да Сейчас Скоро Весна Поедете Эти пруды Копать Еще Там Парышком Ну Да Что Там Надо В деревне Может Какой Не знаю Еще Одну Плотину Там Или Может Какую Дорогу Еще Дорогу Выкопать Там В этом Лагере Хватит Работы Там Надо Заготавливать Дрова И Проще Ну Там Дорогу Продлевать Еще Можно Там Далеко Дорога Длинная Денег Нет Это Очень Очень Дорого Совершенно Не мысли Господь Да Денег Главное Чтобы К работе Готов Быть Я Жив Этот Ролик Я Смотрю Как Вы Запрягались В Доску Напрягались И Игна Тихонечка Тащил Доску Тащил Какой Грейдер Такой У нас Грейдер Там Вперед Доску Грейдер Привязали Как Мы Телегу На Горку Затаскивали Там Нагружено Это Я Ой Кошмар Я Живаю А Построили Этот Мы С Матушкой Вдвоем Смотрим Она Говорит Что Они Делают А Она Говорит Через Три Года Все Там Поразмоют В смысле Эти Доски Вы Делали Там Куда Сходил Бы Стекала Вода В пруды Это Как Олимпийские Игры Главное Не Результат Главное Участие Ну Ну Да Ну А А А Участие Тогда Вон Я Ж Говорю Это Поехали В деревню Какую Нибудь Там У людей Домов Много Развалины Кому Крышу Починить Кому Чего Ну Ну Первым Дел Нужно Деревню Восстанавливать А потом Уже Там Деревни Другие Ехать Нужно Свою Деревню Восстановить Ну Тогда В своей Деревне Да Ну Они Пусть Своих Подвижников Ищут Мы Поможем Если Советам Для Советчиков Много Делателей Мало Советовать Легко Чужую Беду Руками Разведу А Себе Ума Не дам Да Вот Так Что интересно Вот Я Утром Встаю На полтора Часа Раньше Их Они В 4.40 А я В 3 Почти Встаю Но Вечером Ложусь На полтора Часа Как Кто-то Взял У меня График Мой Сдвинул Вот После Этой Темы Каждый День Я ставлю Новую Тему И Утром Мне Надо Все Проверить Я Отовсюду И Скайпа Что Пишут И Отовсюду Без Избранных Время Сокращает Поэтому У вас Сбивается Сбилось Поэтому Сергей Там Ничего Говорит Никаких Говорит Колесниковых Нет Николая Анна Да Конечно Нет А что Вы Не Не Знали Что Не Знал Даже Если бы Они Были Они Давно Бы Уже Вам Показались Открылись Так Они Говорят Мы Сами Не Можем Не Писать Ничего Они Сказали А Я Все Время Я Понимаю Я Понимаю Но Они Вам Еще Что Писали Они Писали Когда Дети К ним Приехали И Они Говорят Вы Вот Это Сделайте Чтобы Каждый День Мы Видели Как Мы Только Одну Кнопку Знаем Как Нажимать Вас Смотрим Ничего Не Ни Написать Ничего И Ничего Тут Такого Не Было У меня Даже В мыслях Не Было Я Так и Считаю Хорошие Люди Толкнули А я Откликнулся И Вижу Что Сам Бо Я Не Додумался До Этого Петров Там Делает Он Ко Мне Зашел Тоже На Это Я В черный Список Поставил И На Почте И В Ютьюбе Везде Ну Там Вот Это Вот Который Больше Всех Активный Такой Ролик Это Вот Эти Ролики С Он Нигде Не Открывается Я Ему Предлагал В скайпе Пообщаться Он Не Выходит Он Может Без Тела Вообще А Дудин Рыскает По всему Интернету Старые Наши Девять Роликов Которые Были Хорошие Прям Замечательные И Он Нависает Над Ними И То ли Взламывает Или Как Убирает Эти Ролики Притом Мне Уже Сегодня Ночью Опять Сообщили Что Говорит Делать Кто Он Такой Ролики А Геннадий Пожалеете Вы Не Примиритесь Примиритесь Вместе Он Ко Мне Заходит Четвертый Раз Я Заношу В черный Список Он Опять Заходит Зачем Он Переделывает Все Это Делать Нельзя Давайте Я Организую Беседу И постараемся Примириться Я С Ему Надо Сначала Залезать Все Что Он Сделал Сколько Он Нагадил Он Совершенно Неверующий Если Человек Имеет Веру Разве Может Это Говорить Он Он Не Соблюдает Ни Ранжир Ни Что Он Никакой Только То Что Мы С Человек Это Все Идет У Дело Принципа Он На Вас Вы На Него Надо Заканчивать Эти дела Все Дорогой Брат Я Вообще Не Трогаю Он Нападает Он Там В студии Сидят Самсонов Там Скоро Топский Я То Ничего Нигде Не Собираю Не Говорю Они Ж Делают Я В невыгодной Позиции Я Только Молюсь И Все Я Понимаю Что Так Нельзя Делать И Он В Германии Там Одна Какая Там На Других Везде Чтобы Ролики Убрали Убрали Ролики Ролики Хорошие Мои Беседы С ним Больше Двух Лет Стояли Ничего И Сбесился Просто Мужик Он Фикс Идея Называется Это Беснование И С ним Невозможно Примириться Он Назад Уже Не Пойдет Никогда Он Выкопал Роб Ртом Своим Который Ему Не Перелезьте Уже Это Невозможно Это Прямо Такие Слова Которые Говорят Только Сатана Может Говорить Где Бо Он Не Выступал Он Страшными Словами Поносит Все Что Слышал Вчерашнее Кругом Измена Трусость И Обман Он Изменник Я К нему Ничего Не Не Вообще На Него Не Выхожу Никак А Он Непрерывно Везде Гадит И Гадит И Гадит Поносит Я Ни Одного Слова Не Говорю Даже Договорились Тогда С Куратовским Не Называть Они Первые Начали По Фамилии Все Но Тогда Я Вижу Что Нельзя Я На Одну Буху Называл С Или Д Они Ни Слова Не Держат Ничего А С чего Началось Когда Беседовали Я Сказал Что Баптистов Надо Перекрещивать Они Церковь Как Он Сбулгачился Из того Момента Он Никуда Не Перешел Это Засланцы Какой Он Православный А Зачем Ты Лез Православие Когда Тут Все Хуже У У Вас На Русском Азыче Православие Выигрывают Только За счет Благодати Освещающей То Что Есть Епископат Есть Священство Зачем Он Пришел Непонятно Я Не знаю Я Так Жить Не могу Ни дня Вообще Как Вот Я Даже Не Представляю Как Можно Спросите Какие Слова Он Говорит Когда Сидят Они В студии И Этот Говорит Лапкин Ездит На Двух Уазиках Ни Группа Снимает Как Я вроде Два слова Не могу Сказать И только У меня Программа Я по Бумажке То есть Что Попало Пускай Ничего Пускай Ничего Хотят То и Говорят Да Пускай Пускай Да мне Какой Мир Там Мира Никакого Нету И Они Не желают Этого Мира Я у них Ничего Не брал Им Нужно Чтобы Меня Не было Представьте Они Теперь Там Какой Дулевич Нападает На За люди Такие Прям Непрерывно До Чего Они Нападают Такое Впечатление Что Они Вас Убить Хотят Это Понятно Что Это Демонически Одержимые Люди Злобой Ну Я Вот Что Хочу Сказать Вы Все Так Тоже Раз Огонь Раздуваете Все Так Ну Он Вчера Сегодня Только Ночью Опять Ну Я Что Могу Сказать Ночью Опять Залез Зачем Он Ко мне Лезет Я Занес Черный Список Он Опять Взламывает И Залазит Зачем Он Делает Это Они По сути Неплохие Дульевич Он Хороший Человек Ну Хороший Знаешь Я Такой Избежавший Из ада Фильм Такой Хороший Он Говорит А тут Много Хороших Там Много Хороших В Аду Да Какие Это Люди Он Не Смотрит Ни На Что Ни На Пришел Сейчас И Шуа Ганоз Из этого Из мастера Маргариты Он Как у него Этот Пилат Спрашивает А ты Говорит Всех Называешь Добрые Люди Он Говорит Всех Всех Добрые Этого Палаща Который Рядом Стоит Мордоворот И он Добрый И он Добрый Он Не зря Сказал Что Если Вы Мне Дали Немного Времени Он Тут Ж Изменился Я Изменил Его Ведь Она же Доброта Она все Побеждает Вот это Примирение Она все Побеждает Все Разглаживает Все Морщины Он Не Может Припойти На Это Он Вырыл Ров Ртом Своим Он Не Может Пойти На Это Потому Что Другого Уже Ничего Не Осталось У Него Фикса Идея Это Психическое Повреждение Он До Этого Жаловался У У Него Воспаление Мозга Что тут не видно Вот это Прямая Одержимость Какими словами Говорит Да это Вот мы сидим В епархии Два Епископа Мы беседуем Ну они Как бы Тянули Чтобы Как бы Вместе Быть А отец Таким Говорит Ну как же Быть вместе Вот сейчас Говорят Вот пишут В интернете Выставили Что в Потеряевке Служат Сатане Что это Сатанинское Это Был Это Конечно Включать Надо Это уже Об этом Даже говорить Я думаю Не стоит Зачем Вот ему Он говорит А этот Архиерей А кто это такой А рядом Секретарь сидит Говорит Да это Зборная Алтая Убрать Мы домой пришли Уже нигде нету И все А архиерей Сказал Или даже не знал Они тут хорохорятся Да они трусливые Перед архиереем Из них Только выжимают Сок Андрей Кураб Все написал Как они сразу Решили в 5 раз Больше налог Со священников Брать Едва Едва Утрясти Только в 2 раза Больше И поэтому У патриарха Нулевой рейтинг Сегодня от священников За вот это Поборы За эти Андрей Кураев Материал за материалом Выставляет И притом Не выдвинует В такие времена Что мы Друг дружку будем искать И прижиматься Друг другу будем И сейчас Все на пороге Все уже Все Войной уже В воздухе Абсолютно Правильно Правильно Ну я потеряю У меня выход в интернет Они в это время Что делают Пух и прах Разносят Они Я называю это Просто сказать Старше Кодло Патриарше Вы посмотрите Они то враги Наши Я имею ввиду Те что на страну На нашу покушаются Они то объединяются А мы разъединяемся Наоборот Зачем они это делают Ну я не такой Такой как они Я не могу быть Потому что я вижу Недостатки И говорю Что им от меня нужно Они заранее Настроены против Вот я приезжаю В Томск Где Там служит Максим и прочее Я привез книги Подарить Ростиславу Митрополиту Но мне сказали Его нету Но секретарь Его находится В храме Я пришел Говорит Вот он стоит Он преподаватель Семинария Ротмистров Ну я дождался его Первый раз его вижу С бородкой Выходит Рядом молодые ребята Видно семинаристы Я поздоровался И говорю Мне сказали К вам подойти Я из Алтайского края А кто вы будете Я говорю Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин А что вам здесь нужно Я говорю Я вашему владыке Книги привез Что за книги И оно показывает Симфония на житие святых Это аполитичное Совершенно Житие святых Он только леснул Вот Я говорю Так тут благословение Московской патриархии Нашего епископа Так это когда было Десять лет назад Я говорю Да что Прокисло что ли Благословение Это на книге Он никак Он как начал Меня понужать Я говорю Скажите Я вас обидел Чем-то Или как Я уже уйтеть не могу Он прямо Сцепился в меня А потом Когда уже говорили С Сергеем Тазудином То он говорит А его уже нету нигде Да зачем же Вы принимаете Такого человека Он же портит людей А потом Сделался сам В десять раз хуже его Ну ролики Девять роликов Все прекрасные Чего вдруг Он решил их везде Все изымать И грозиться Всячески В Германии Там наша одна У ней ролики И кружился Кружился Она встала Утром Роликов нету То есть взламывают И прочее Это бандиты какие-то Его ролики Ничего не добавлено Ни одной буквы Ничего нету На днях мне Претензии предъявили Но я не знаю Двадцать четыре Кажется ролика Убрать Где-то что-то там Чуть музыка Зазвучала Музыка Чуть-чуть Там фотография одна Я не стал Все смел И перенес На мой мир Это все их работа Им это надо Зачем это делается Как мириться Когда ему это не надо Это не его стихия Мир Это не его стихия Это все Я вам скажу Это не их работа У этой работы Есть конкретно Исполнитель И называет он себя Петров Это все делает Петров Это не Дудин делает Это все он делает Ну как не он А его фотография Дудина Его все Все данные Нет Это понятно Я вам говорю То что вот это все делает Это вот Все-все-все-все Все рождут Это Петров И затеял он все И все это Он продолжает Это он Я не знаю Это не человек какой-то Может быть и так Но дело в том что Я каждый день Молюсь о Сергее Дудине Когда он сказал Квартиры нету Архиерей меня может Выбросить на мороз С детишками Я каждый день умоляю Господа Дай ему квартиру На меня это никак не влияет Я знаю что это награда моя У меня к нему вообще ничего нету Совершенно Кроме того что Господи Каждый день ребята Не вмини ему в судный день Этого безумия Прости его Господи Он не знает что худо делает Ну и все И все И давайте мириться будем Теперь на этом Пожалуйста Пускай мирятся У меня к ним то ничего и не было Я на их ресурсы не залажу Ничего не говорю Вопрос вот такой волнует Он сейчас В основном он всех волнует И Ваших соперников И как говорится Друзей и братьев В общем Что если отцу и акиму то предложат Московскую патриархию Примет он предложение Конечно нет Куда идти В волчью стаю В уме или нет Куда звать А что А что ему помешает Мешает Принять Прихожанка Даже прихожанка наша И стоит на морозе В храм не запускают Ну что отговорить то И архиерей приказывает Принять ее Ну а вы видите Что сейчас попадает По что Они сейчас Что говорят Если Подтвердится то Что вы Ну вот Нет вот этой принадлежности Что давно от вас Отказался Иларион Да этот Уже По канонам Получается Что все таинства Которые Отец и аким Делал Они недействительными Являют Как интересно Вот это Сталин с Берия Организовали Патриархию 4 сентября 43 года И вот эта Дурнина в башке Да разве От любви Божьей что-то Отлучит Ни скорбь Ни теснота Теперь смотрите 10-12 Считаем мы Евангелие Теана Наемник Видит волка Приходящего Бежит Кто виноват Кто раскалывает Наемник бежал Кто наемник Кто волки Кто овцы И волк Расхищает овец Так а наемник Дальше продолжим Почему про него Не говорится Он ушел навсегда Вот наемник Он бросает Мы никуда не переходили Мы как были бы Наемник Их затащили Волчью стаю Он хочет туда Я туда не хочу Я ничего не менял Какой был Тут и остался Это все выдумка Мы были Так встаем А что А что допустим Что отцу Якиму Какие сложности Возникнут Если он вдруг Перейдет В патриархию Никуда не перейдет Это невозможно Практически Даже если допустим А что может Измениться Тогда Все Это сразу Прихлопнут Ни потеряевки Ни детского лагеря Ни книг Ничего нету Все размещат Мы их знаем У них Сталинско-берьевская Хватка Мертвая Они никуда не Прощают Игорь Тич Заняти Уже времена Ничего не Размещают Нет Ты ничего не знаешь Мы каждый день Это видим Вот наши Евангелие Раздают Евангелие На крещение Пошли когда Из толпы Идут Их там Попов Может 30 Или 50 Идет Из толпы Вылетают И прямо Готовы убить Они прямо Трепещут Это Это мы Разные Разные Это невозможно На мы Уникальном положении Находимся Господь убрал Всех Кто может Нас раздавить И теперь Дает полную свободу Мы ничего не отрицали Никуда не переходили А было ли такое В истории мира За 2000 лет Чтобы ничего плохого Не делали А их просто сказали И переходить И другого Не было У нас супер уникальный случай И мы должны его выдержать Мы молимся Как были Так и есть А у нас епископа-то нет Его уже лет 5 Все уже кончилось И что Епископ перешел И благодать отнято Какое понятие тогда Благодать Это Бог должен утверждать Бог все время Как только что-то сказали Так слушаясь Это Бог Козыряет Ну давайте еще что Я слушаюсь Как Андрей Кураев говорит Да наоборот должно быть Бог сказал Вы должны откозырять Бог У них перевернутся сознание Я ни в чем не виноват Кто раскол делает Батюшка сказал Топор или чурка Это вы придумали Все Путин это придумал Об объединении речи не было даже Не было О признании Каноническом общении Мы признали Мы приняли У нас служит архиерей А теперь архиерей служит Его надо убрать То есть они бешеные На митрополита кинулись Говорят как свора собак Ну что это С кем мириться Сатаной мира Никогда не было Не будет А война И до победного конца Мы свое дело делаем Пусть они делают Они ничего не хотят делать Они ни одной деревни Не могут начать Детский лагерь Какой Как мирское Все Оттуда приезжают К нам Говорят А там Все разрешается Все Ни поста Ни креста У них ничего нет Они Каждую книгу мою Где видят Готовы разорвать А я говорю Что конкретно покажите Сейчас В прошлом году Это было еще Тарасий сказал В Почаево Собрались по моим книгам По моим книгам Там профессор участвует Ну и что Ничего нету Теперь передали Дворкину Дворкин что Ничего нету Ничего нету В разных епархиях Работает центрский отдел Ничего нету Нету ничего Да подождите Нету Они сейчас К концу месяца Соберут Там собрание Будет в Москве Ждать не надо Пустое все Дорогой брат Пустое Мы ни в чем не повинны Перед Богом Свобода моей совести Не запятнана Ищущий повод Всегда его найдет Да тогда Какие они верующиеся Ищут повод И с ними мириться Которые ищут повод Чтобы обезглавить Да сохрани Бог А мы молимся Каждый день за патриарха Просим чтобы Бог Дал им духовное рождение Свыше Чтобы это злобы не было Вот в Хабаровске Ну там был ты один раз Скажи ты Только услышали Что я есть Прямо из себя выходит Тула В глаза не видали Отца этого Яна Суворова Он у тебя был Вызывают Ты отрекись От Лапкина А он там храм построил Через него То есть Там Большой бизнесмен Помогал Не упускать Ну говорит Вы скажите Что зачем Брали центры Книги держали Держали месяца два А потом вызвали Ну хоть одно место покажите Да зачем тебе надо Ты дай слово что не будешь Иначе башка твоя долой И все Это изверги рода человеческого Это особый тип людей Манкуртов Выращенный Сталином и Берией С ними нельзя Дело никакого иметь Зарубежники Больше всего боялись То что они Не держат слово Вчера говорили Договорились Утром приходим Нету А почему А они Решили по другому И ответа не дают Ни одного ответа Хуже мирских Намного хуже Сынами гиены Делают люди А я должен туда идти До чего ради-то А у вас теперь нет Епископа Я его не удивлял Епископ Он сам сбежал Наемник А овцы А овец-волк Не может забрать Вот уникальный случай Он не может Еще сделать Мы ни в чем не Винны Перед Христом Я не согрешил А чего ради меня Христос будет вычеркивать Они еще о моей душе Заботятся Ты посмотри Что делается Каждого пятого священника За неблаговидные поступки Под запрет Только в нашей епархии Когда я сказал каждого Говорят у вас устаревшие данные Уже каждый четвертый Ну и все Куда идти-то Я нахожусь на своем месте Бог мне это дал Я работаю Людей жалко В людях смута Какая пойдет Жалко Это я согласен Но мы каждый день Об этом молимся И Господь дал Такого митрополита Батюшка вот сейчас С ним встретился Прекрасные отношения Просто прекрасные Ничего нету А то как решают благодать Что батюшка делает Недействительно Ну и что они могут говорить Что ему Бог Открывает Докладывает Нет То есть безбожники Да разве верующий Это может сказать Уже я знаю Что творится в патриархии Откуда эти миллиарды Патриаршие Табак и водка Весь мир знает Но я никогда не скажу Что он безблагодатный Все рукоположные Им признают со мною У них этого нету Да тихо Там достаточно того Что они сейчас Факты предоставят Что как вы О патриархии отзывались Как вы его только не называли Причем не только в книгах А в видеозаписах И все И этого будет достаточно Что достаточно Ну то что как вы называли Ну как называть Это соответствует действительности Это не я его называю только Я покажу Откуда я беру С какого места Я его называю Не ну безответ Понятно Но из уст ваших Слова-то Я сказал Все Я сказал Пусть судят Но я за него молюсь Чтобы этого в нем не было Я для чего говорю Не поносить его А чтобы он был другим С него спрос будет больше Чем с меня Премудрый Соломон говорит С начальствующих Будет строгое взыскание И По любви к Богу Я распространяю Мое влияние на него Молясь И говоря об этом Хорошо У нас здесь Гедеон Потом он Ставропольским стал Митрополитом Тринадцать лет У нас были такие И с ним беседы Ой-ой-ой Полная Прихожая Священников Он никого не принимает А меня за руку И к себе И сидим чуть не два часа Я уже говорю Там люди Истомились ехать Посидят Когда уезжал Последнее слово Сказал Говорит Тринадцать лет я служил Все вы лицемеры У меня только был Один человек Который правду Мне говорил в глаза Вот и все Общий результат В глаза говорил Но не на весь мир Ну как Если бы сказали Всему миру Там бы другое отношение было Про то я не знаю Тогда у меня книг не было У меня все это напечатано В книгах теперь И наши Тогда не было И книг И интернета не было Сейчас-то вы этого Говорите всему миру Еще нет А это совсем другое Другое Бог судит намерения Брат Сердечные Мои намерения Такие сердечные Чтобы он был другим Вот он патриарх Говорит правильно Крестит ребенка Вот так держит Ноги торчат И вы видели с ним Ладошка Так что он не знает Его извергать надо Согласно канонов Иларион говорит правильно Этот Согласно Согласно Евангелии Тогда уже Поедете Добейтесь Уидиенции И с глазу на глаз Обречите его А вы же сразу Бегите Я у него был там Дальше не пропустили Милиция задержала Ты говоришь Я это уже сделал Я писал Ответа нет Я писал Пимену Алексею писал Ко мне претензий нет Я приехал туда Чистый переулок 5 Дальше Проходной Не пропустили Вот и все Книги посылал Ответа нет Как будто бы Не они там живут Вот сейчас я посылал Одновременно И патриарху И Путину От Путина пришло От патриарха Даже не знаю Было или не было Вообще не отвечают И это говорит Андрей Кураев На 30 моих писем Ни одного ответа Еще нормально И куда звать Это пустое место Господь Не заповедал Так Чтобы не властвовали Над наследием Божьим Петр говорит в послании Не господствовали А они по другому Не могут И когда Архиереи к нам приезжают А он даже попытки Не делает командовать Он здесь Радуется Целуется Обнимается И целый день Улыбка с лица не сходит Вот и все Есть минуты Когда открывается душа И тогда она принимает все Может быть будет встреча Видели Сон такой Что он приезжает сюда Патриарх Мы нынче приглашали Потеряевку Но он не властен Ответили так У него программа И он не может Их ответила Секретариат Хорошее письмо было Поблагодарили Но приехать он не может У него программа Он раб Раб Он не свободен И он хотел бы сказать Но все время должен выверять Это кто? Щаплин говорит Севолод Он раб Ну понятно Все мы рабы У всех Разное Разное Рабство А так Конечно Почему он должен Сверяться Как власти Примут это Как это другие Как называют Конфессии Еретики Нет конфессии Не динаминации Есть и ереси Церковь Даже эти вещи Подменяют Хитрыми словами И мы должны Говорить так Как Бог повелел Хотя бы за это Следовало Или молчать У нас два варианта Молчать или говорить Только правду А зачем это Извелю жить ум-то свой Ты на молитве будешь Такой же неискренный Я каждый день Молюсь за Эрдогена За президента Турции И все Чтобы был мир Для меня очень близок Порошенко Порошенко Тарамзан Кадыров Александр Лукашенко Мы каждый день Молимся о них Чтобы был мир Мир просим Израилю Россию Украине Сирии Где идет война Поэтому меня Звинуть никак нельзя Потому что я окружен Благодатью Божией И за врагов Каждый день молюсь А они каждый день Пакоси делают Это разница все-таки Я очень благодарен Вам что вы вышли Рад стараться Этот ролик я на неделю На той неделе Только поставлю У нас с вами Никогда не было плохого Только хорошее Я все ваши слова Воспринимаю Как заботу И любовь Поэтому кто на вас Нападает Вы так и скажите им Да я ради этого и ролик Этот выставлю Что у меня к вам Нет никаких Никакой злобы И не было Не только нету И не было И не было никогда Потому что мы с вами Одинаково размышляем О смерти Может сегодня ночью умрем И чем предстанем Бог обнаружит Тайное помышление А я буду говорить А думать вот так Да какой же я тогда Где-то там моя вера Да благословите тебя Бог Брат Маме поклон Все С Богом Спокойной ночи Спаси Христоф Спокойной ночи